С победой, с хитриком, скажи, в хорошем настроении приехал в сборную? Спасибо. Ну, естественно, после такого матча уверенность еще придал, поэтому все нормально, я думаю, будет. Вызов в сборную придал тебе сил, может быть, из-за этого ты так хорошо себя сыграл? Ну, я думаю, это тоже повлияло, поэтому, конечно, приятно здесь находиться. Расскажи, как ты узнал о вызове в расширенный список, а потом в полноценно? Ну, я говорил, что не я это увидел, получается, отдыхал с женой будущего, и сообщения начали приходить, много-много, я такой, значит, смотреть что-то, и скидывали фотки, и говорили, вот ты попал в окончательный список сборной России. Ну, и все, сначала не поверил, думал, что-то либо разыгрывает, а потом увидел, что эмоции переполнял, в принципе, даже сейчас, если вспоминаю. Круто. Перед сезоном вообще были мысли о самых смелых мечтах, что такое, что-то будет у тебя в этом году? Да нет, такого даже не было. Просто я тоже, как говорил, просто в РПЛ хотел поиграть, мечта моя была, вот, а тут оказалась сборная. Очень рад этому. Следишь за статистикой, ты догнал промеса под 14 голов у вас? Нет, даже не смотрел сейчас. Просто играю, забиваю, а там в конце сезона посмотрим, кто достоин быть лучшим бомбардиром. Как же жизнь, как же нить бомб? О, да, все отлично, спасибо. Живем, как и жили, ждем того дня, когда уже официально станем мужем и женой. Скорее всего, летом будет. Поэтому все хорошо. И последний вопрос по поводу пиццы. Как часто тебе теперь шутят на этот счет? Ой, если честно, если раскрыть секрет, я пиццу не особо ем. Ну и после матча тоже. Просто ляпнул, как бы. Ну и тут пошло-поехало. Даже сегодня там кусочек съел, и сейчас даже не хотелось. Но надо как-то это поддерживать то, что сказал до этого заранее. Добро пожаловать. Ты тут на сторону, я тебя не держу, да? Тоже пицца. О, зима, можешь открыть? Покушай. А, вот. Развеешься. Так что я тебе вроде проблем нет. Спасибо большое.